День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро. Утро на Болткоме. 20 октября. В студии Александр Шунин. Самое начало 9-го. Вся страна замерла в ожидании введения новых ограничительных мер, жесткого достаточно локдауна, комендатского часа. И с нами в это время на связи Даниэль Павлюц, министр здравоохранения Латвии. Доброе утро, господин Павлюц. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, действительно ли вот эти вот ограничения будут именно такими, какими они были представлены позавчера вечером после заседания Кризисного Совета? Или что-то может поменяться, и правительство придет к какому-то компромиссу и более легкому варианту? Во-первых, надо понять, о каком компромиссии мы здесь говорим. Сама суть вот этих жестоких, как вы сказали, мер – это в принципе стоп-сигнал нам всем. Это сигнал общества, что мы должны в силу ситуации, которая создалась, которую мы сами своими руками вместе создали, что нам надо остановиться на несколько недель для того, чтобы предотвратить полные катастрофы в наших больницах. Например, сегодня смотрю за окном, машин много, все куда-то едут. Хотя, в принципе, на этот, уже на данный момент, в силу заранее переведенных в силу мер, как бы все должны, все, кто могут, должны бы работать отдаленно, при том каникулы и так далее. И, в принципе, мы, как общество, на данный момент уже давно, кажется, привыкли притворяться, что ковида нет. А он есть, в больницах он горит огромным пламенем, и каждый, ну, у нас, вы знаете, в больнице перегружено за тысячи людей, ковидом госпитализированы, мы в первом месте в мире по заболеваемости, 1300 наша 14-дневная дата на данные, то есть, ну, параметры и так далее. Собственно, кризисный совет в понедельник, то есть то же самое правительство, только под другой вывеской, определило основные параметры, как бы, ну, такие контуры вот этих мер. Собственно, вчера и, наверное, сегодня специалисты, эксперты, чиновники будут продолжать заполнять, как бы, пустые места более детальным изъяснением разных конкретных мероприятий по отраслям, по разным отдельным специфическим вопросам, но я действительно не ожидаю, что на седании правительства какие-то основные вопросы могут быть пересмотрены. Основные вопросы – это, конечно, длительность, это до 15 ноября, во-вторых, это вот это комендантский час каждую ночь с 20 часов до 5 утра. Это, к сожалению, очень жаль, что нам пришлось все-таки ограничивать образование, это продление каникул на неделю, и потом все отдаленно, кроме самих маленьких, первого и третьего класса, которые с 1 ноября начнут все-таки в очной учиться, ну и, собственно, все остальное. Закрытые магазины, услуги, все закрыто, кроме самых-самых базовых необходимых услуг и магазинов. Но мы знаем, это какие магазины. Мы в прошлой зимой, в принципе, это уже проходили. Там продуктовые магазины и аптеки, там зоомагазины, ну и подобное. Мы вчера поставили анонс сегодняшней нашей беседы, и, конечно же, посыпали сразу вопросы. Основная часть, значительная, скажем так, часть касается следующего нюанса. Как так получилось, что второй год подряд, второе лето подряд была упущена возможность подготовиться к осени, к этому значительному росту числа заболеваний? Спросим себя, что это, собственно, значит упустить, и кто что упустил? Ну, конкретно сфера здравоохранения не готова, вовремя не были оборудованы дополнительные места, не закуплены койки и так далее. Мы, знаете, мы потратили там более 60 миллионов евро на данный момент для того, чтобы оборудовать, переоборудовать, модернизировать и расширить возможности системы наших госпиталей. Но, к сожалению, ни одна система здравоохранения, даже более развитых и богатых стран, чем мы, с огромными волнами пандемии справиться не могут, при том, что первые заполняются реанимационные отделы. И вот этот опыт нам, я не знаю, насколько ваши зрители смотрят иностранные новости, но все-таки такие проблемы огромные были и в Италии, во Франции, в Испании, в Португалии, в США и так далее. То есть очень много людей умерло в разных... В Нью-Йорке в том числе, в силу того, что система здравоохранения не может быть подготовлена ни за одно, ни за два лета на то, чтобы масштаб лечения, масштаб человеческого ресурса и техники был достаточен для огромной массивной пандемии. То есть это практически невозможно. Мы сделали то, что было возможно, то, на что способна наша система, то, насколько нам хватает человек в системе здравоохранения. И вот эту подготовительную работу мы сделали. Но я все-таки хочу указать на очевидное. Мы, как общество, упустили лето для того, чтобы вакцинироваться. А способов на перебороть в пандемии, собственно, только два. Это переболеть. Это процесс, в котором 10-11% людей попадают в больницу. Из этих 10%, условно, до 2%, значит, 20% из госпитализированных до 20% попадают в интенсивную терапию, в реанимацию, и часть их умирает. Вот это процесс переболения, так называемое получение натурального иммунитета. Очень дорогой процесс человеческих жизней, который, если это происходит быстро, у нас сейчас вот это распространение инфекции совершенно неконтролируемого во всем обществе, по всей территории страны, то, собственно, такую волну, которая выше любой предыдущей волны, которые у нас здесь были, в силу вот этого штамма Делта, более липкого, более опасного и так далее, ну, с этим ни одна система здравоохранения без контроля распространения вируса не может справиться. И, собственно, вакцинацию, вы знаете, что было, после Лигу у нас был провал, потом был небольшой скачок обратно, и практически на все лето интерес вакцинации очень упал. Собственно, похоже, что до середины лета у нас вакцину получили практически все те люди, которые уже сами сразу хотели, ну и потом фактически началась остальная часть, больше 60% населения нашей страны, которые либо не уверены, боятся, или конкретно не хотят. Ну, таких людей, конечно, мало, таких реально ярых антиваксеров, да, они очень громкие, даже в сетях, но их мало. Есть достаточно сомневающихся. Сейчас мы видим, сейчас, когда правительство, наконец, опять-таки, какими-то насильственными методами, типа надо, Федя, надо, принимает закон, что ты должен вакцинироваться, чтобы продолжать работать и контактировать с людьми на работе, да, сейчас подъем, да, вот. Можно сказать, что из тех мер, которые правительство ввело на прошлой неделе, то есть ситуация неочередная, да, Архард, ситуация, которая была введена с прошлого понедельника, вот, эти меры сработали лучше всего по одному направлению, то есть это вынудило дополнительный интерес вакцинироваться. На прошлой неделе вакцинировалось 80 тысяч человек, 80 тысяч, такого у нас не было с конца июня. Да. А по масштабам первых вакцин, то есть перворазовые вакцины, которые получили, то есть насколько растет вообще защита, это было под 60 тысяч, такого у нас не было с середины мая. Так что это, конечно, хорошо, но мы лето пропустили, я согласен с вами. Да, лето упущено, сейчас рекордные темпы, что смущает вакцинированных? Чувствуется обида, чувствуется разочарование, что они наказаны, хотя дисциплинированно, как зайчики, как лапочки, пошли и укололись. Почему так необходимо соблюдать одинаковую строгость на ближайшие недели, как вакцинированным, так и не вакцинированным? Совершенно правы. Первое, что я сделал после заседания пресс-конференции, после заседания в понедельник вечером на пресс-конференции, как премьер, так и я, извинились в первую очередь. То есть поблагодарили медиков за то, что они делают и что они должны вынести. И, во-вторых, извинились перед вакцинированной частью общества. Но нет ли опасения, что это может привести к сокращению темпов вакцинации, из-за того, что люди посмотрят... Дайте ответить на предыдущий вопрос. То есть здесь самое главное, что... Поймите, вакцинированные люди, они... Тут не дело в том, что лапочки они или нет. Эти люди поступили правильно. И, во-первых, в своих интересах, защитив себя от потенциально тяжелого хода болезни, если все-таки они инфицируются ковидом. Это в их интересах. Это в интересах их семьи, близких, коллег, бабушек и дедушек. То есть сохранение жизни. Это первое. Это смысл вакцинации. Во-вторых, они, вот эта часть населения, 57%, которые начали вакцинацию на сегодняшний день, 50% закончивших вакцинацию полностью, они помогают предотвращать распространение вируса. То есть помогают кончить пандемию. К сожалению, 50% не хватает. 50% невакцинированных людей. Это достаточно, извините, сухих дров в лесу, чтобы лесной пожар распространялся с ужасающей скоростью. То есть не хватает вакцинированных людей. Вирус распространяется как бы ничто. Вы видите, что похожая ситуация все-таки в других странах тоже. И выходить из ограничений полностью могут только те страны, у которых уровень полной вакцинации за 70%. Мы еще пока не там. Вот, собственно, наше извинение тем людям, которые вакцинировались, благодарность тем. Но у нас не получилось в общими силами уговорить остальные половину нашего общества сделать то же самое. И вот это главная причина, почему мы должны остановиться. Почему вакцинированные тоже? Потому что, к сожалению, вот вирусная цепь распространения вируса, вакцинированные при массовом распространении инфекций, становятся частью вот этих цепей распространения. Люди передвигаются, они общаются, они, даже если, ну я же общаюсь с вакцинированными людьми, мы же встречаем, они вакцинированы тоже. Вакцинированный человек, он менее рискует заболеванием. Три раза меньше возможности инфекции вакцинированной. Но если он все-таки инфицирован, то возможность передачи вируса дальше есть. Короче, меньше, но есть. То есть вакцинированные люди становятся частью цепи передачи вируса в ситуации массовой инфекции. Вот, собственно, главная причина остановить все общество. Это нечестно относительно вакцинированных людей, но у нас нет другого выбора. Да, и теперь вот возвращаясь к моему вопросу. Да, не отпугнет ли тех, кто был готов, но теперь видит, а какая разница? Ну, колюсия все равно будут сидеть. Вакцинированы, не вакцинированы, все равно одни и те же условия. Вопрос логичный. Такие же логичные вопросы у меня коллеги в правительстве задают. И мы на эти вопросы можем ответить только вместе. Во-первых, вместе как правительство, во-вторых, вместе как общество. Что у нас есть? Значит, конечно, есть определенный повод, ну, как бы волнение, что при вот таком локдауне, да, при строгих мерах, при ограничении передвижения и так далее, при работе отдаленно, при закрытых магазинах, что может сократиться мотивацией вакцинироваться вот этой оставшейся части общества, которое так сомневается и как бы не хочет особенно, да. Но, с другой стороны, я хочу заметить, что ничего не меняется относительно тех, откровенно, принудительных мер, которые введены. 15 ноября остается в силе. С 15 ноября все работники государственных и муниципальных служб должны быть вакцинированы для того, чтобы работать, продолжать свои работы. Или уходить на, ну, без Алксатваль, на Амскру, ну, и так далее. То есть, в принципе, без сохранения зарплаты они не делают свою работу, вплоть до там, и так далее, да. Также и те люди, которые работают в частном секторе, которые контактируют с другими людьми, у них также вступает в силу вот эта обязательная мера вакцинации. Это не меняется. Возможно, даже правительство будет обсуждать, как еще гайки прикрутить ту же, для того, чтобы передать, ну, сигнал совершенно понятный, что тут ничего меняться не будет, отступлений никаких не будет. Единственный выход – это вакцинироваться. Всем, кто контактирует с другими людьми, нет варианта. Это придется сделать. Нет, месседж понятен, надо вакцинироваться, иначе так и будем сидеть. А почему строгие меры не были введены раньше? И, возможно, имело бы смысл сначала подать такой сигнал, мол, ребята, последнее время, там, месяц-полтора, ну, скорее полтора, потому что от первого укола до получения сертификата 5-6 недель. У вас есть 5-6 недель, вакцин хватает, пунктов достаточно, пожалуйста, записывайтесь, идите в порядке живой очереди, только вакцинируйтесь. Иначе через эти 6 условно недель мы очень сильно закрутим гайки. Знаете что, такие сигналы мы слали несчетное число раз. Возможно, их не услышали. Ну и, конечно, часть проблемы сработала сама система наша политическая, которая все-таки отражает ощущение, мнение людей в целом, коллекторат. То есть политики отлично понимают, что, я имею в виду политик в целом, весь парламент, все партии, правительства, коалиции, понимают отлично, что люди не хотят ничего слышать о ковиде. Все поведение, все свидетельствуют об этом. Все устали, мы тоже устали, это долго все уже тянется. Ну и, собственно, Министерство здравоохранения еще с весны просил, предлагал ввести вот такой вариант, то есть не ввести, а разработать вариант вот таких строгих мер, называется сценарий D. Это было сделано, его не ввели, не надо было, это было в ситуации Альфа еще, март-апрель этого года. Помните, мы боялись, что Альфа... Да-да-да, вариант D тогда был тоже разработан, конечно. И иронизировали в мой адрес, что я панику поднимаю и пугаю людей. Несчетное число раз мне вот это, меня упрекали в том, что я пугаю людей. Допрыгались. Собственно, летом, опять-таки, Министерство здравоохранения предложило и правительство поддержало, что осенью в случае возвращения опять роста инфекций мы будем вводить меры постепенно. То есть этот светофор, который весной выключали, что мы его будем включать обратно постепенно при росте инфекций. То есть заранее предупреждающий вводить постепенно меры предосторожности для того, чтобы все-таки не дать вируса разбежаться. Ну и в начале, то есть в конце августа, когда приблизилось вот это, начался рост вируса, медленнее, чем в Эстонии или Литве, намного медленнее, позже. Мы отставали от них, да, в силу того, что у нас все-таки маски были в общественных местах, в общественном транспорте, и мы были более осторожными летом. То есть летом, который вы сказали, что мы упустили, мы были более осторожны, чем наши соседи. И у нас вирус начал разбегаться медленнее. Ну и вот в конце лета, когда вот эта цифра инфекции полезла за 100, должны были включиться вот эти меры ограничения в магазинах и так далее. Правительство и коалиция приняло решение это отменить полностью, в силу того, что не хотим как бы терзать общество, ну, кайты над. Раздражать, да? Раздражать и так далее. То есть не было никакого политического аппетита, какие-то меры предосторожности заранее вводить. Будем решать позже, посмотрим, как это будет все развиваться. И что, я согласен с этим, будем смотреть, как развивается ситуация в больнице, в силу того, что в условиях все-таки вакцинации уровень инфекции менее критичен, нежели уровень заполнения больниц. Вот наше узкое место, да, наши больничные койки в реанимации, вот где самое узкое место, собственно, да. Ну вот, и ждали-ждали, такой готовности политической принимать решения, собственно, не было. И какое-то изменение общественного мнения, мнение средств массовой информации, и в том числе и политиков, собственно, произошло только к концу сентября, начало октября, когда действительно вот эти цифры стали драматичными. А тут уже фактически вот этот убегающий поезд поймать очень трудно. И вот вам весь ответ. Господин Павлович, а вот если можно, вот буквально очень коротко, я понимаю, что этот вопрос волнует абсолютно всех. Вот ваш прогноз, когда это закончится? Вы обладаете больше информацией, чем любой из нас. Вот ваш прогноз, когда может закончиться пандемия? Ну, мне хочется спросить обратно и вас, и всех членов общества, как мы будем соблюдать эти меры предосторожности? Если мы, как, ну, это слабако, а сырцы, извините, да, по совести, посидим вот эти, меньше чем четыре недели, собственно, дома, кроме тех людей, которые действительно должны ехать работать в полицию, на производстве или Латвенерго, или еще где-то, да, если мы можем выдержать вот этот период и переломить вот эти обе кривые, то есть кривую заполнения больниц, а в больницах через две недели, что бы мы сегодня не сделали, через две недели будет два раза больше больных. То есть две тысячи больных у нас точно будет. Что бы мы, хоть в стенку ударься, потому что они уже заболели, они уже инфицировались, и 11% из них через две недели будут в больницах. Без вариантов, то есть за границу способностей больниц 1500 мы зайдем в любом случае. Наша задача – переломить эту кривую. Второе – то же самое с инфекцией. Уже, скорее всего, там, человек под 17-18 тысяч, которых мы в тестах увидим на этой неделе, уже заразились на прошлой неделе. Через 7-10 дней у них симптомы, они идут тестироваться, мы видим, вот оно есть. Опять, эту же кривую мы должны переломить, потому нужен локдаун, мы должны сократить контакты, мы должны перестать общаться с другими людьми, насколько это возможно. Вот, собственно, наша задача. Если мы сможем вот это сделать, то через три недели условно эти кривые должны сломаться. И тогда уже из этого локдауна мы выходим в существующий зеленый сценарий. Вот вам еще один ответ, почему есть смысл вакцинироваться. Когда локдаун кончится, будет продолжаться то же самое, что сейчас. Магазины только людям, кроме первой необходимости и услуги, только вакцинированным и переболевшим людям, то есть сертификатами. Огромное спасибо, мы говорим, министру здравоохранения Латвии Даниле Павлюцеву за то, что нашел время присоединиться к нашему эфиру. Хорошего дня, не болейте. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо вам. Итак, сегодня правительство на внеочередном заседании планирует принять решение об объявлении локдауна. К сожалению, у нас не было возможности. Просим понять нас правильно. Принимать звонки. Да, выводить звонки. У нас еще до паузы есть некоторое время. Можем поговорить сами между собой. Да, ну и даже и попринимать, действительно, если у вас будут какие-то вопросы и звонки, или, может быть, вы хотите прислать ваши сообщения, мнения на номер WhatsApp, 2306191. Насколько, ну вот я понимаю, что мы сейчас находимся, вот с завтрашнего дня начинается другая жизнь, и насколько вот мы готовы перенести еще один локдаун, потому что я понимаю, что очень многие люди находятся, ну вот на каком-то таком вот грани психического здоровья, и даже и физического, может быть, выживания. Поэтому, конечно, я искренне, в общем, желаю всем выдержки, терпения, спокойствия и психического, главное, здоровья. Что мы примем... Звонки, да, звонки, здравствуйте. Давайте пообщаемся. Доброе утро. Да, здравствуйте. Вот чуть-чуть прослушал, да, господина Павлевца. Вопрос просто хотел, особенно последняя его часть, хотел задать. Очень хороший вопрос он задал, по совести. Я согласен. Я, наверное, сам в первый с плакатом выйду и скажу, чтобы все дома сидели. Если во время локаута так же само все правительство и их члены семьи, можно сказать, тоже будут сидеть дома, а не так, как путешествие ОСТА, разрешили, они сейчас купят себе билеты, потому что у них есть эта возможность, и главное финансовая, и поедут в теплые страны переждать локдаун. А мы здесь будем работать, поддерживать экономику. Ну, давайте следить, давайте отслеживать наши работы журналистов. Вот у меня к вам же, к журналистам, и вопрос. Отслеживайте, как это было. Все забыли чемпионат мира по хоккею два месяца тому обратно. Правительство для себя его сделало. Строили стадион. Ну, никто... Да, да, да. Ваше возмущение понятно. Понятно, понятно, спасибо. Но, кстати, никто не забыл, и давайте как раз-таки вспомним, чем закончилось это великое сидение на трибунах. Были оштрафованы все, кто там находился. И без масок, и не соблюдая два метра. Да, может быть, штрафы были какие-то смешные, но, тем не менее, ай-яй-яй им прилетело. А я хочу напомнить, что как раз-таки во время Второй мировой войны, вот классический пример, вот периодически вспоминаю, королевская семья отказалась тоже от горячей воды и приема ванны, поскольку эти ограничения были наложены на лондонцев, ну, вот вообще на жителей страны в условиях военного времени, королевская семья, ну, в общем, присоединилась к этим. Но, опять-таки, это вызвало большое уважение. Понятно, что экономия воды была бы маленькая, но, тем не менее, вот они... Ну, как жест красивый, да, единение с народом. Да, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефон в нашей студии, продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Пару дней назад в Панораме... Ну, про COVID, да? Пару дней назад в Панораме была новость, что в госсекторе не привито там больше 6 тысяч госслужащих. 1400 было в ресторах Министерства внутренних дел, а на втором месте было Минздрав, 1100 человек. Вот интересно было бы слышать комментарии Павлюса вот на этот счет. Комментарий был дан, на самом деле, им, если не ошибаюсь, вчера, ему был задан этот вопрос, и прозвучало как раз-таки, ну, что ко всем относятся абсолютно одинаково. Если, какого-то там, 11 ноября не будет сертификата... 15-го, по-моему, 15-го. 15-го, если не будет сертификата, то, в общем-то, до свидания. Поэтому как раз-таки... До свидания, до свидания, да. Почему люди вот этого рестора, вот этой системы не находят... Необходимо вакцинироваться, почему на них не работают аргументации вот того же... Справедливое замечание, но, опять же, не будем забывать, не хочется сейчас выступать в роли какого-то адвоката-дьявола и оправдывать кого-то, но ведь в системе того же самого здравоохранения работают люди различных профессий, и нянечки, и уборщицы, и врачи, и ведущие хирурги, и так далее. Ну, вот в каких-то категориях, да, эти цифры отстают, в каких-то они соответствуют требованиям. Но локдаун, он относится абсолютно ко всем, и вопрос был задан о той несправедливости, которая в том числе, в общем-то, не сказать мучает, но озаботила и меня. Я вот честно привился, но буду сидеть точно так же, как и непривитый мой, например, сосед Даниил Павлев сейчас ответил на этот вопрос. Да, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Я, как медицинский работник, хочу обратиться к тем, которые еще не завакцинировались. Пожалуйста, сделайте это, чтобы мы могли из этой ситуации выйти. Вот вы задали Павлюцу вопрос, когда закончится пандемия. Он, наверное, понял, когда закончится май, да, да. Пандемия закончится тогда, когда все привьются, но это же естественно. У нас пандемия, ни одна пандемия не закончилась без вакцины. Вакцина есть, она бесплатная, людей уговаривают. Мы в ужасе, мы медики просто в ужасе, о чем люди думают. Я очень прошу, обратитесь к своей совести. Мы все это можем прекратить, если дружненько все провакцинируются. В чем вообще дело, что в головах антивакцины? Спасибо. Спасибо вам огромное за это обращение. Действительно наболела. Система медицинская супер нагрузки сейчас переносит. И у нас в эфире тоже на днях была Светлана Гомберок из клинической больницы Страдани, которая работает в отделении неотложной медицинской помощи. И тоже рассказывала на своем реальном, конкретном примере, какие очереди стоят из тяжелых заболевших ковидом. И всех их нужно спасать. Да, у нас очередной звонок. Еще один звонок, да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я вот считаю, что Павлицу надо было поизвиниться вместе с Кариншем перед невакцинированными. У меня семья. Мы 10 лет никуда за границу уже не выезжали. Мы здоровые люди. И если притащил кто-то вакцинированный, так называемый, он же может притащить из-за границы? Может. Вот они сейчас летают за границу. Почему аэропорт не закрыт до сих пор? Вот локдаун для нас. Очень простой ответ. Человек, пусть бы я, допустим, буду хоть из 10 тысяч, из 100 тысяч один, кто, допустим, от вакцинации умрет. Ну, почему вы не даете мне шанс заболеть, а может быть, я легко переболею, а может быть, вообще ее не заболеть. Шанс заболеть у вас есть, у вас никто его не отбирает, на самом деле. У вас 100% шанс заболеть. Как не отбирает? Как не отбирает? Имеется в виду, что шансы имеются. Человек, я не говорю, как человек переносит саму болезнь, а он переносит по стране, распространяет ее одинаково. Да. В ваших словах слышится горечь, что вы долгие годы не летали за границу, а другие, значит, имеют такую возможность. Послушайте, здесь же ситуация, на самом деле, обратная. Мы на первом месте в мире, в мире по распространению этой заразы. Мы опасны миру, другим странам. И наш аэропорт, если закрывать, то не на влет, а на вылет. Потому что все, что происходит, происходит внутри страны. И вы, ходя по улицам, заходя в магазины, не знаю, там где угодно, при любом контакте имеете шанс заразиться, как вы, судя по всему, об этом и мечтаете. И дай бог вам, если вы заразитесь, перенести все очень легко. Все-таки, вот мне кажется, интересно поговорить. Это же человек, который как раз-таки из принципиальных соображений отказывается вакцинироваться. Вот перед нами, ну, вот ваши причины, почему вы не вакцинируетесь? Ну, во-первых, потому что эта вся компания, эта вся на лжи держится. Какая компания? Ну, какой лжи? Вот какая компания, какой? Ну, я вот начинаю, ложь первый, номер первый. Ну. Еще только полтора года назад. Люди, у человека, вот двоих знаю, умерли, ну, старые люди, умерли в больнице. Врачи спрашивали, можно мы запишем от ковида, что они умерли? Ну, это вот какие-то, я не знаю, городские легенды, мне кажется. Ну, хорошо, но подождите, это вот из-за того, что врачи записали, даже вот если это будет, это причина, по которой вы не вакцинируетесь? Нет, ну, почему это? Ну, потому что на лжи сейчас вот там две тысячи заболевших. Ну, я не могу этому верить, понимаете? Слушай, извините, перебью, а какая разница, сколько заболело? Если вам говорят, смотрите, это жуткая зараза, можно очень сильно заболеть, во-первых, с осложнениями, во-вторых, умереть. Вас не пугает это? У вас есть шанс, даже если заболеть, то перенести легче. Ну, при чем здесь ложь? Вы себя абсолютно, получается, не любите? Наказываете себя? Ложь в чем? От вакцинации тоже умирают люди, это же все скрывается. Конечно, скрывается. Ну, подождите, ну, подождите, ну, есть... Ну, подождите, если человек вот прямо со шприцом в плече не умер, не упал, а вышел за дверь уже, все, это уже тогда пишется другая причина. Ну, подождите, но вы хотите, ну, откуда у вас эта информация? Вот, ну, вот опять-таки, ну, вот мы же... Ну, поговорите с врачами, поговорите с врачами. Ну, а вы говорили вот лично с врачами, ну, подождите, ну... Без записи. Хорошо, а, к сожалению, нам делают сигнал, дают сигнал, что время этой части эфира закончилось. У нас такая дискуссия, конечно, интересная, мне кажется. Да, все эти теории заговора, конечно... Ну, бог вам судья, ну, что я могу сказать? Никакого заговора нету, но то, что это... То, что ложь идет сплошь и рядом для... Не знаю. Ну, вот... Ну, наверное, фармацевтика опять задействована в основном. Ну, разумеется, разумеется. И спасибо большое за ваше мнение, но просто... Спасибо большое вам, сейчас я иронизирую, благодаря вот вам и таким, как вы, мы будем сидеть до 15-го числа. Ну, и сидите вы тогда дальше. Нет, ну, не будем, наверное, разжигать антиваксеров там просто, ну, как бы, в волну ненависти. Олег, мы не разжигаем. Но я просто хочу сказать, что я вот тоже, побывав в больнице, вот у меня протекала болезнь очень тяжело, и вот, ну, не хочется вот пожелать кому-нибудь того, чего было. Так, мы, наоборот, и желаем здоровья, мы желаем прежде всего. И тем, кто вакцинировался, и тем, кто вакцинируется, и тем, кто не вакцинируется из принципиальных соображений, если это аргументированная позиция, а не какая-то просто, извините, дурь. Да в любом случае, даже если дурь, будьте здоровы, как там было, будьте здоровы, живите богатом. А мы готовимся ко встрече нового гостя, не поверите, но тема будет не менее жаркая. С главой Латвийской ассоциации торговцев топливом будем говорить о том, с чего постоянно дорожает горючее. Бензин, между прочим, вчера вечером уже перевалил за эту психологическую отметку в полтора евро за литр. Радио Болтком